Маленькие и большие катера, моторные лодки и яхты. Такого огромного количества водной техники пирс Тольяттинского яхт-клуба еще не видел. Именно здесь прошла первая выставка катеров и яхт, о которой мы вам сейчас и расскажем. Не так много найдется жителей губернии, которые никогда не садились в моторную или резиновую лодку. В нашей области каждый второй любит водный транспорт и каждый пятый является обладателем малого, среднего или большого плавсредства. Ведь в области столько озер и рек, что мало найдется равнодушных к отдыху на воде. Именно поэтому среди капиталов маломерных судов, обладателей больших катеров и яхт, был неподдельный интерес к премьере первой выставки водного транспорта. Первый день официальной открытия. Погода явно решила поиздеваться, нагоняя запада серые тучи с прохладным ветром. Тем самым поднимая волну на перст яхт-клуба, раскачивая катера средних и малых размеров. Но седе погодное явление не повлияло на настроение гостей и участников выставки. Немного выставлено катеров на суше и больше всего находилось на воде. Большинство экспонатов были открыты для посетителей. Заходи, смотри, трогай, спрашивай. Интересно, что на этой выставке можно было увидеть не только катера импортного производства. Здесь были представлены лодки и яхты, которые изготавливаются у нас в России и в частности в Самарской губернии. Начиная вот от таких маленьких байдарок и заканчивая яхтами собственноручного производства. Красота, блеск больших моторных яхт и прогулочных пароходов манила всех посетителей. К ним меньше подходили из профессионального любопытства и больше из праздного интереса. А в стороне одиноко качалась на волнах самая маленькая лодочка. Смотря на нее, посетители выставки улыбались. Издалека она чем-то напоминала ванну с мотором. Среди современного семейного флота выделялись две большие весельные лодки. Их еще называют ялами, а в старину ладьями. Роман Куликов капитан ладьи. Еще пару лет назад и не думал, что будет стоять у штурвала экзотического в наше время судна. Две весельные лодки были построены по историческим чертежам в Петрозаводске. А затем по Волге своим ходом переправлены в Самару. Плавучесть и устойчивость лодок проверены дальним переходом. Прошли достаточно жесткие испытания, можно сказать. Потому что мы из Петрозаводска их перегоняли осенью. Это как раз время, когда бушует шторма, непогода, сильный ветер, дождь. И очень низкая температура была. То есть достаточно хорошо они прошли. И прошли такую достаточно крепкую проверку. В путешествии от Петрозаводска до Самары Роман отправился в качестве помощника капитана ладьи. Перегон длился 14 дней. А состоялся он в начале осени. Если честно, я вообще от себя даже не ожидал, что у меня будет такая возможность пойти в такой удивительный, можно сказать, даже экстремальный чем-то поход. Очень все понравилось. Было поначалу даже и немного страшно, но, в принципе, преодолели все свои слабые стороны. И прошли его достаточно уверенно. Что было страшно? Волны вообще? Самое, как говорится, страшное и непонятное было, это первый день, когда ты идешь. Мы вышли, как раз был шторм. Когда тебя качает и водя хрустит, ты впервые, как говорится, на таком судне не понимаешь, выдержит ли она вообще. Но они прошли все испытания и хорошо себя показали. О наличии в Самарской губернии необычных исторических лодок знают во многих городах Поволчья. Часто приглашают сниматься в кино. Недавно две ладьи пришли из Ульяновска со съемок исторического фильма. Лодки могут идти при помощи двигателя, под парусом, и самый древний способ передвижения на веслах. Да, наверное, именно вот такие весла когда-то давным-давно, в древние времена использовались на ладьях, которые, возможно, ходили по Волге. Обратите внимание, вот это утолщение технологически одно предназначено для того, чтобы сделать веслу противовес. Тем самым человек, который садился за это весло, было намного проще поднимать его из воды. Высота мачты 16 метров плюс 3 метра корпуса. Итого все 18. Почти шестиэтажный дом. Проходя под большинством мостов по Волге, капитану яхты Андрею Самохребову приходится убирать грот-мачту. Высота мостовых пролетов не позволяет проходить с ней. С виду можно подумать, что яхта построена где-нибудь на заводе. Стальной корпус имеет правильную гармоничную форму, внутри отделка деревом. Ее длина 14 метров. Вмещает 15 человек. От нулевого цикла до спуска на воду полностью спроектирована и собрана собственноручно Андреем Самохребовым. То ли судьба, то ли, ну, случайно нельзя сказать случайно. Я сам с Ростова, с Дона. Там особо таких яхт и не было, я их и не видел, пока не приехал сюда в Тольятти в 82-м году. В 82-м году я приехал, то есть на ВЦМе работал, ну, и первый раз, как увидел вот это водохранилище и яхты. Заразился еще. У нас в цехе тоже парень был увлекался яхтами. Он мне учебники давал поначалу. Потом здесь каждую зиму организуются курсы. От третьего, ну, яхте на рулевой третьего класса и пошел выше, 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 выше. И так потихонечку. Первую за шесть лет подстроил, потом вот вторую за шесть лет построил. И восьмой сезон уже вот это, в 2005-м году сбросили эту яхту. И уже на ней. Это специально для дальних уже плаваний строилось, яхта. То есть мы каждый год стараемся куда-то уходить. Почти каждый выходной на протяжении шести лет Андрей то, а один-то вместе с друзьями в стальном ангаре строил свое плавучее детище. Стальные вообще яхты, они чем хорошо, что можно в любых условиях практически строить, чем об деревянной, пластиковой. Те требуют помещений, температуры. А это можно зимой и летом строить. Поэтому работа была в этом. В Нинеруде в Комсомольске арендовал там помещение, цех был свой. И рядом строил параллельно. То есть, ну, практически по выходным. Даже когда яхту спустили на воду и дали ей ход, ее все равно приходится дорабатывать. Снаружи и внутри салона. А что вам это дает? Зачем вам это нужно? Это же вот такая вот головная боль. Какая-то свобода. Нет, это не головная боль, наоборот. У людей есть дачи, у меня есть яхта. Это, знаете, я так думаю, что это еще хлеще, чем дача. Поэтому здесь постоянно что-то можно делать. То есть, нет такого. Вот уже восьмой сезон, вроде бы кажется, уже, но все есть. Нет, такого не бывает. На яхте всегда что-то можно делать, переделывать, достраивать, перестраивать. Ну, это жизнь уже. Это уже жизнь. Ну, и причем уже хочется куда-то сходить подальше. Собираю так компанию. Объявляю всем знакомым, друзьям, друзьям знакомых. И так потихонечку-потихонечку набираем людей. Кто сменно идет, кто там на неделю, на две приходит в походе. В основном у нас так сложилось, что у нас трое ходит постоянно. Это я, мой ботсман сейчас со мной из Тольятти и с Торпом из Ростова-на-Дону. За восемь лет Андрей совершил немало походов по рекам страны. Яхта под названием Гранд Круиз уже примелькалась на многих шлюзах рек Рокеи. Удалось побывать в Балтийском и в Черном море. Это специально для дальних уже плаваний строилась, яхта. То есть мы каждый год стараемся куда-то уходить. Уже были в Стамбуле, через Черное море, Мраморное море выходили. В 2010 году ходили на Соловецкую регату на Белое море с выходом за Полярный круг. В том году опять в Ростов сходили. Вот в этом году планируем идти на Балтику на два месяца. По странам Скандинавии это Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия. Это месяца на два получается. 50 суток такой круг и придем обратно где-то в середине сентября. Смотря на яхту, кажется, что управлять ею сложно. Особенно, когда она идет под парусом. Однако, на самом деле, Андрей легко справляется с ней с помощью еще одного человека. Все больше людей проявляет интерес к путешествиям на больших самодельных яхтах. Ведь на них можно достаточно недорого совершить путешествие не только по Волге, но и отправиться в круиз куда-нибудь в заморские страны. Выставка катеров завершилась. Однако у нас есть еще о чем вам рассказать и что показать. И в одной из будущих программ мы обязательно вернемся к теме катеров и лодок. А пока мы прощаемся с вами. До скорой встречи на канале Губерния.